Чем запомнится уходящий год науки и технологий студентам Казанского Федерального Университета? Как молодой ученый Казанского Федерального Университета изменил подход к добыче высоковязкой нефти? И тем самым будем улучшать ее компоненты состав и снижать ее вязкость необратимо, то есть она дальше повышаться уже не будет. И тем самым излечение будет проще. Всем привет! В эфире Универньюз о студии Надежды Вечерякова. В общежитиях Казанского Федерального Университета продолжается вакцинация иностранных студентов. Так, в прошедшие выходные вакцинация для студентов 4-х и 5-х курсов прошла в 6-м общежитии Студгородка на улице Адели Кутуя. Они прививаются однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Для прохождения иммунизации иностранным гражданам необходимо предоставить паспорт, а также полис добровольного медицинского страхования при наличии документа. Напомним, что записаться на прием можно по телефону 233-30000. Или обратиться по адресу университетской клиники улицы Вишневского, 2А. 2021 год. Признанный Годом науки и технологий все быстрее подходит к концу. Каковы его итоги и каким результатом пришел Казанский федеральный университет? Смотрите в нашем следующем сюжете. Год науки и технологий ворвался в Казанский федеральный университет очень стремительно. А его итоги были подведены в зале попечительского совета КФУ. Здесь состоялась встреча руководства Республики Татарстан с членами Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президенте Российской Федерации. В сфере докладов был отмечен существенный прогресс Татарстана. В частности, успех КФУ в проекте «Приоритет-2030». Кроме того, были отмечены и другие продуктивные инициативы ректора Ильшата Гафурова. Например, технопарк, детский сад для детей с расстройством аутистического спектра «Мы вместе» и серия образовательных интенсивов «Про наука КФУ». В День российской науки в КСК КФУ «Уник» состоялось торжественное открытие Центра кружковой деятельности студентов «Студенческая наука. Перезагрузка». Мы, если хотим, чтобы и о нашем периоде по истечении определенного времени говорили так же, что эти люди воспитывались в этих кружках и научных лабораториях, то мы должны все-таки примерно прийти к тем же цифрам, которым задействованы наши молодежи в творческих направлениях и спортивных направлениях. Ректор университета совместно со студентом Института фундаментальной медицины и биологии Хажи Акбаром Валежоновым нажали на символическую кнопку и дали старт перезагрузки студенческой науки в Казанском Федеральном Университете. В рамках Года науки и технологий также была запущена акция на «Острие науки», направленная на вовлечение школьников, студентов и их родителей в научно-исследовательскую сферу. Так, в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета состоялся целый цикл научно-популярных лекций. Здесь рассказывали о современных достижениях в молекулярной биологии, персонифицированной терапии, искусственном интеллекте и многом другом. Впервые в Альма-Матре состоялся фестиваль науки для первокурсников «Открывай мир науки». Свои научные кружки здесь представили химики и экологи, математики и гуманитарии, программисты и инженеры. На сегодняшний день в университете существует более 120 кружков, деятельностью которых занимаются непосредственно сами студенты. Без кружковой деятельности довольно сложно выбрать чисто из теоретических знаний, чем ты хочешь заниматься в дальнейшем в научной карьере. На торжественном мероприятии также была презентована Ассоциация студенческих научных кружков КФУ, которая призвана консолидировать деятельность всех студенческих научных кружков при университете. Если сейчас в первых же дней их обучения привлекать их к практике, это и теория, соответственно, ложится лучше и усваивается лучше. Пронаука – еще один уникальный формат образовательных интенсивов, возможность стать студентом на одну ночь или несколько дней и узнать жизнь университета изнутри. Он был запущен еще пять лет назад. Первоначально лекции проводились в очном формате, однако в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией пронаука переформатировалась в онлайн-версию. 2021 год – восьмая серия под названием «Ночь великих». В программе лекции о том, как стать Нобелевским лауреатом, придумать свой язык, опыты и эксперименты, а также онлайн-экскурсии по интересным уголкам КФУ. Стоит отметить, что с каждым годом желающих принять участие увеличивается в разы, а просмотры в социальных сетях бьют рекорды – более 50 тысяч. В рамках проекта «Про наука» мы сегодня вам покажем серию химических экспериментов под общим названием «Сон Мензелеева». Год науки и технологий – это год, которого ждало все научное сообщество России. Главной целью было привлечь талантливую младежь в сферу науки и технологий, с чем КФУ прекрасно справился. Надежда Мещерякова, Универньюз. В центре имени Анатолия Карпова Казанского федерального университета прошел чемпионат Татарстана по игре ГО среди студентов. Чемпионат включал в себя пять туров, по результатам которых были определены победители и призеры среди девушек и юношей. Как отметил директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Чекрин, сегодня ГО остается одной из немногих игр с полной информацией, где благодаря интуиции человек может обыграть компьютер. В рамках Года науки и технологий мы продолжаем рассказывать о молодых ученых Казанского федерального университета, отмеченных правительственными грантами. Как изменил подход к добыче нефти Сергей Сетнов, смотрите далее. В Министерстве природных ресурсов России рассчитали, что легкая нефть закончится в 2044 году, а плотность тяжелой нефти не позволяет применять традиционные методы излечения. Исследования, призванные решить проблему, начались в Казанском университете еще в 2014 году. Позже разработка Сергея Сетнова по повышению эффективности тепловых методов нефтедобычи с применением катализаторов получила грант президента России. Казанский федеральный университет является лидером в этой области. Посмотрите, если на цитирование, на публикационные работы в Скопусе, авторы нашего университета, так скажем, в топе, на более высоких позициях, чем остальные. Наша цель – это, так скажем, незначительно снизить вязкость за счет того, что мы будем просто ломать вот эту высокомолекулярную систему, это нефти, и тем самым будем улучшать ее компонентный состав и снижать ее вязкость необратимо, то есть она дальше повышаться уже не будет. И тем самым излечение будет проще. Такой способ добычи высоковязкой нефти позволяет обойтись без дополнительных затрат. Используя то же оборудование, что и для излечения легкой нефти, ученые закачивают скважину-реагенты. Плотная смеси смол, парафинов и других примесей разжижается, позволяя получить черное золото. Наши разработки уже применяются на месторождениях Татнефть, здесь, в Татарстане. В 2018 году была произведена опытно-промышленная партия, каталитических систем наших закачанных в Татнефтье. И годом позже была закачана на основе никеля композиция на месторождении Кубы. Это Бока-Дохорука месторождение, разрабатываемая компанией АО «Зарубежнефть». Разработка ученых Казанского университета еще совершенствуется, но уже показала хороший результат. Компания «Зарубежнефть» запросила новую партию реагентов. Закачка должна состояться в следующем году. Ариатна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. Студент второго курса Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Максим Антонов стал лауреатом международной премии «Мы вместе» трека «Волонтеры» и НКО. Его проект «Чистые игры Казани» в номинации «Зеленая страна» удостоился третьего места. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда». В мероприятии приняли участие команды и студентов, и аспирантов различных институтов вуза. В мероприятии по распространению знаний геологических, геофизических, общей энциклопедических знаний вот такая вот студенческая инициатива ребят из СРЖ проведения интеллектуальной игры «Что, где, когда». И что самое интересное, эта игра объединила не только институт геологии, но и другие институты. В мероприятии мы проводим не один год. В прошлом году, к сожалению, из-за ограничений мы не смогли провести игры. В этом году мы вернулись к нашей традиции. На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова